здравствуйте дамы и господа мы рады приветствовать вас нашем проекте художественное училище онлайн и сегодня у нас такой немного необычный повод подходит как раз концу наш небольшой конкурс конкурс этюда до пленэрного этюда то есть тех работ которые вот мы как раз таки имели возможность выполнить на пленэре то есть это короткая живопись именно на открытом воздухе и вот у нас длился не один месяц и сейчас как раз подходит концу поскольку уже теплый сезон скоро наверное закончится хотя еще не вполне но тем не менее и пришло время как-то вот нам подводить с вами итоги конкурса я заранее хотел бы извиниться за какие-то шуршащие звуки за моей спиной дело в том что в той комнате где находится компьютер тут сзади за мной за моей спиной находится клетка большая клетка с шиншиллой которая как раз таки по ночам а время сейчас 1 час ночи вот она начинает как раз активизироваться и мне не совсем удобно как-то ее утихомирить впрочем я даже не знаю как как это сделать с какими словами к ней обратиться поэтому я думаю что она слегка наверное шуршать но давайте все-таки приступим вот у нас получается с с вами всего 17 работ представлено ну все-таки что-то уже да и давайте мы посмотрим пытавшись дать какие-то комментарии вот у нас работа номер один да такая достаточно светлая да и некоторой такой свежести да даже может быть чем-то дальний план мы могли бы сравнить с творчеством борисова мусатова наверное отдаленно до или кого-то из импрессионистов достаточно простая до работы что лучше наверное можем сказать что является иллюстрации как раз такого принципа что лучше поставить нечто простое но попытаться написать получше то чем допустим брать большой панорамы и ничего не успеть я думаю что интересно эта работа интересна нам вот этими своими качествами вот наверное в число минусов можно было бы наверное записать что вот в районе стула до некая такая это вот больше белисоват справа до то есть которая лишает возможности вот эту траву быть единой да наверное все таки вот если так вот пописать чтобы это было некое единое до пространство вот и наверное не очень не прописанный передний план который вправе наверное был бы претендовать все-таки на несколько чуть большую подробность вот ощущение такое что вот даже вот в верхней части работа у нас как-то ты и больше мазков больше оттенков и может быть чем-то и изыскание цвет то есть вот если вы передний план тоже так вот по серьезнее прописать то конечно хотя бы вот на таком уровне подробности то наверное она бы от этого выиграла ну давайте наверно пойдем дальше да такая она в целом безусловно позитивная очень вещь да так пойдем дальше ну вот такой тоже идет у нас не совсем понятно но судя по всему это акварель по сырому и и ну наверно какой-то так из области наверное минимализма даты чтобы ничего лишнего вот не совсем понятно что это у нас вот эти вот сполохи такие в нижней части да то есть если у нас сверху некое такое некое пасмурное небо да я так понимаю то что собственно говоря у нас здесь до происходит это не совсем понятно вот но вероятно это какие-то такие свечения под кустами да сейчас я пытаюсь просто так на походу сообразить но вот а а что можно было бы сказать вот пожелать да если бы эту работу как-то еще дальше трансформировать но наверное было бы здорово если бы появился какой-то композиционный центр свечение свечениями это может быть интересно может быть там какие-то сказочные дворцы каких-то эльфов но вот где собственно говоря у центр нам какой-то центр композиционный бы наверное здесь не помешал да было бы еще интересней но и может быть что-то чуть более конкретно потому что очень абстракции такие там много но был надеяться что все еще у нас впереди мы можем такие вещи попробовать вот мне кажется очень хороший эти вот в плане цвета особенно и дальнего плана до вполне себе вот это вот вся смотрится вполне себе законченным вот немножко передний план конечно хотелось бы чуть-чуть вот более подробно то есть то что кажется нормальным вот для этого места на наличие каких-то основных пятен да вот здесь у нас ну действительно подробнее да но как бы вот и при этом вот основные пятна как бы хуже считаются до чем далее смогло быть здесь как-то где-то может быть что-то чуть контрастнее наверное да что-то может быть резче и наличие на на каких-то мазков тонкой кисти то сделающим чуть подробность какой-то сделающий весь закончен вот но так в целом безусловно по колориту все это интересно вот вот следующая работа ну наверное можем сказать что это попытка взять большие соотношения до не лезть в детали до попытка не лезть в детали вот что наверное хотелось бы да это немножко как-то более на чувство найденная композиция до чего лучше нам всем часто не хватает да и немножко может быть чуть более конкретная работа на переднем плане вот это конечно нам бы не хватало не хватает точнее не помешало бы этого это не помешало бы вот ну и может быть какой-то действительно композиционный центр то есть как-то композицию от найденное более на чувство да так чтобы в ней присутствовал этот самый композиционный центр да вот это было бы наверное неплохо вот ну давайте мы попробуем дальше двинется тут интересный какой-то идет но немножко есть момент как бы такого фрагмента и ну может быть как-то идти немножко поинтереснее бы еще найти композицию как бы вот такой фрагмент есть но при этом вот почему-то чего-то не хватает а может быть стоило конечно в плане выскать выставлять стоило все-таки обрезать с полями какими-то обрезать или без полей чтобы это как тут воспринималось больше степени как как и на одна работа а не три работы рядом может стоило так сделать ну и в целом мне кажется основной момент по всему да это по всему просмотру может быть уже какой-то начинает вырисовываться это всем хочется пожелать большинству хочется пожелать конечно более интересно найденной композиции вот но вот следующая работа да тут интересно что включение архитектуры да то есть природа и архитектура попытка как-то вот живописно замешивать деревья и вот и но хочется конечно пожелать продолжать выбираться на пленэр потому что конечно для того чтобы вот немножко освоиться до что у нас получались работы более как бы шедевральные что это нам просто надо для начала привыкли пробуем мы знакомимся но нам вот сходу до сделать так вот прям что балл да нам довольно сложно берется как бы регулярной практикой продолжать кого выбираться в карте так ну вот тут это уже такой как бы фрагмент да есть такие плюсы единственно что немножко попадает центр то есть если бы столик сделать более освещенным да он скорее всего композиционно бы очень сильно выиграл так пока есть момент что как бы немножко сливается то есть единственное яркое пятно это шляпа остальное немножечко сливается поэтому позиционный центр у нас не возникает а все-таки не только для пейзажа композиция достаточно желательно но и для этюда в общем то тоже вот немножко есть момент как бы расплывчатость какой-то дата все могло быть немножечко почетче раз уж это акварель да могло быть чуть более четко найдено какая-то утонченность больше могу в этом смысле присутствует потому что пока немножко такая как вот такая ножка пушистый до пятен как бы отсутствием четких где-то четких выверенных пятен при этом которых свачена была красота и самого пятна ну а так в целом сегодня процесс все полезно для начала вот ну вот следующий идет тут видно что грунтовали до самостоятельно какой-то густой краской теплодом и сионки видимо вот нехорошо неплохо так как есть вот ну достаточно живописно вот немножко конечно хотелось бы чуть больше где-то все-таки в конце наверное хотя в конце чуть больше какой-то вот аккуратности да именно аккуратности для чего не ради аккуратности ради некой эстетики найти какие-то красивые пятна по рисунку более утонченные ты был бы здорово потому что иначе у нас некоторые хаотичность такая возникает вот ну я думаю что с другой стороны конечно количество от количества этюдов очень много зависит много практики вот следующая вещь ну попытка прям в лесу писать да ну я думаю что полезные все попытки конечно да вот чего хотелось бы в этой связи хотелось бы чтобы и в лесу мы умудрялись как-то вот интереснее найти композицию на чувство каждый элемент где расположен может быть композиционный центр поискать вот а так вот есть плюс это то что-то зелень до внизу такая теплая интересная хорошо не сам цвет леса некая такая это то золотистость то сиреневатость это все здорово это интересно вот ну просто мне кажется можно было бы чуть чуть более найти композицию прям был в сторону это важно ну а так в принципе для чем на пользу вот а такой вот этюд да уж ему сразу впечатляет некой такой простотой как бы да и характерности да вот такой интересное как бы интересная как как сценка можно сказать да хоть и без людей но как сценка вот ничего хочется конечно немножко все таки большей живописности да то есть более большего некоторого пусть сдержанного но все-таки богатство цвета и как будут красоты найди дома на единых оттенков хочется пожелать всем вот но вот такой вот этюд который немножко нестандартные до тем что тут у нас пока нам сложно говорить о какой-то работе с цветом до таком смешивание красок скорее мы можем сказать локально локальный какой-то такой локальном использование тех красок которые уже есть практически их не еще но вот ну сложно конечно назвать это этюдом да больше похоже на открытку вот может по фотографии еще что-то такое вот ну конечно если говорить об этюде то конечно хочется некое все-таки работать цвета вот но акварелью конечно это будет сложновато можно либо на масло принятие так и здесь вот мы видим все-таки акварельная но гораздо более богатая решение вот но чет не хватает немножко композиционного центра и хватает и не хватает более прописанного переднего плана передний план был бы немножко чуть чуть более подробно сделан вот то скорее всего этот чуть могут быть не победить очень близок весьма к этому вот такая вещь немножко однотонная не понимаем откуда свет потому что он как как бы одинаков людей вернее везде не не до конца как бы освещено с предыдущей работой в этом смысле это разительно отличается здесь видим разницу видим характерный элемент это сразу делает и более интересный так ну вот следующий идет у нас вот такой да немножко он однотонной немножко однотонной вот наверное хорошо бы сильно интересно до попытка найти интересно там что это сценка да там какая-то вот немножко однотонной дальше это все в тени допустим дата где-то это должен быть цвет и в этом смысле сравнить с предыдущим тут убить больше разницы вообще она как бы есть а тут немножко есть момент как будто все в одной тональности дать этому что тут в этот момент можно было бы решать ну и как-то еще можете еще поинтереснее находить композицию так ну вот такой этюд вполне лучше ничего да немножко конечно мы можем сказать что есть какой-то композиционный центр то есть хочется какой-то вот хочется центра хочется какой-то изысканности данного этого не видим но с другой стороны все достаточно натурно там может где-то грубовато вот этим темными частями так целом достаточно натурные состояние уловленные плюсы вот ну вот этот вот эти вот наверное хороший безусловно немножечко он декоративный да то есть есть момент как бы не совсем натурности да то есть как бы ощущение такой некоторой декоративности но может быть и такое решение с натуры работать на что были декоративно вполне может быть так ну давайте дальше ну вот такой чудо который выяснили что достаточно длительные да то есть он писался не не за полчаса да несколько раз дольше за это время могу и освещение поменяться и так далее но безусловно безусловно интересно да немножко есть конечно момент по стилю это очень сильно напоминает коммерческую живопись даже салона да вот такие вот вещи я думаю что конечно в дальнейшем нужно дистанцироваться от этого а свои уверенные навыки просто просто использовать чуть более более художественных решениях то есть это должна быть хорошая насмотренность чтобы саму праздничность то можно даже был бы оставить то вот некоторые такая вот некоторые такая вот камера коммерческости да не этой работы а вот похоже на коммерческую живопись до то надо дистанцироваться но именно найти как бы что-то более такое более художественное в качестве примеров то что без вдохновляющих примеров там конечно сложно так ну вот собственно это у нас последний сейчас идет наверное в общем-то один из лучших немножко он также декоративен декоративен то есть в реальности немножко потоньше вот такой момент ну что же бывает так ну давайте мы сейчас конечно нам самое сложное нам надо выбрать победителя а это очень тяжело потому что нет какого-то этюда который был очень сильно лидировал очень сильно лидировал то есть наверное мы можем выделить несколько вещей да то есть конечно можем пытаться выделить этот этюд да немножко не прописан передний план вот такой хороший да вот этот этюд конечно мы должны выделить за красоту как бы колорита да немножко передний план не прописан но есть такой момент вот ну наверное знаете сейчас я вам скажу здесь у нас немножко совсем не дописан передний план да вот в принципе наверно в чем-то этот хотя чисто композиционно что тут не хватает радостной легкости хочется как добавить вот этот я думаю что хороший да и если что немножечко декоративный то есть ощущение такое что иногда может быть для этого не обязательно выходить на пленар и тоже момент что если он выглядит осенним осенним да уже как бы золотая осень то когда же он собственно писался хотя бы станет у вас на правилам никак не регламентировать может быть прошлогодняя работа вот эта работа безусловно производит тоже впечатление очень сильная да вот ну несмотря на такое немного перекличку скажем так с ярко выражена коммерческой же все которые можем увидеть образцы вот но тем не менее как бы тем не менее он вызывает как бы уважение количеством сделанной работы понятно что он более длительный но не час и даже нет два вот но что же состояние ухвачено да немножко единство что я бы дистанцировался от такого коммерческого вида на от салона стена вот ну и конечно вот этот этюд хочется тоже назвать числе лучших до такого вполне себе живописные свежесть какая-то есть но вот немножко хочется какой-то чуть больше и тут изысканность больше изысканности может быть это по рисунку каких деталей вот поэтому давайте мы попробуем сейчас резюмировать какие выводы и выводы у нас у нас получается мы вот эти вот один да вот второе чудо вот здесь немножко мы могли бы прописать передний план здесь могли бы тоже пописать немножко передний план когда бы эти вещи наверно несомненно были бы лучшими каждая из них могла бы очевидно лучше всех остальных здесь наверное ну по-своему интересно я думаю что чуть вот чуть чуть ближе к натуре дал немножко неплохо сейчас чуть-чуть стилизации как это не значит что на кого-то ругаем поймите на то есть на самом деле все молодцы уже тем что просто приняли участие когда в то время как не все у нас на это решились естественно да но те кто приняли участие тем в принципе каждому можно по медали вот вот здесь наверное кстати здесь тоже композицию хотелось бы то есть немножко вот здесь хорошая композиция до передний план прописать здесь композиция нормальная тоже передний план прописать была бы еще и хорошая то что прописка она еще на композицию вот тут на самом деле несмотря на вот сложный этот интересный рисунок деревьев не почему-то хочется отодвинуть камеру дальше то есть что попали и соседние места вот пытаться чуть чуть более реалистично может быть передний план тоже прописать хотя пока техника такая более декоративная передний план к на самом деле не обязательно чтобы он лидировал вот ну вот здесь наверное нам хотелось бы всю эту энергию до запустить чуть менее коммерческие работы вот ну и здесь тоже хотел бы немножко пописать какие-то детали вот поэтому дамы и господа на самом деле ну вот сложно выделить какой-то один этюд на который был прям вот совсем совсем лидировал вот скорее вот речь идет о вот этих пяти перечисленных нами этюдов я сейчас совершенно серьезно да потому что нет такого ощущения что какой-то прям с большим отрывом вот это хороший безусловно по колориту не хватает мне кажется что даже коротком этюде можно будет кончиком успеть работать вот поэтому дамы и господа вот такая ситуация так получается что у нас пятеро назовем так пятеро победителей до до конкурса и я честно говоря не по что объявляла на самом деле объявляя организаторы из наших же рядов вот вроде бы как бы был такой момент что по итогам конкурса будет разбор работы с вами попытались произвести вот я думаю что все молодцы и хочется наверное нам какой-то следующий конкурс тоже скорее наверное придумать объявить до чтобы тоже была возможность не только какие-то учебные одни и те же работы как бы делать ну и вот как тут интересно еще что такое творческое может быть наш следующий конкурс мог бы быть там тоже не просто допустим пленера а еще какой-то аспект ну что ж спасибо вам за внимание простить что так немножко затянуто получилось вот всего вам доброго до новых встреч